Вопросы Создать семью Это не купить квартиру Я не знаю, как к этому можно собраться Но в будущем, да, у меня будет семья Я уверен, как скоро, я не знаю Но детей я вам уже говорил, я не хочу до лет 35 Однозначно, я сейчас вообще не хочу детей Но в будущем я бы хотел Будут ли новые форматы на канале? Кстати, ребят, если вдруг у вас есть предложение по новым форматам Я не знаю, может у вас есть какие-то идеи в голове То вы можете написать внизу В комментариях я читаю все-все-все комментарии Поэтому, если мне что-то понравится, то да Может быть будут новые форматы какие-либо на канале Но пока я, если честно, не знаю Даже что можно еще добавить Не собираешься ли переехать куда-то, объездив уже так много стран? Нет, пока я никуда не собираюсь переезжать Мне комфортно в Москве Ну, относительно комфортно Я не люблю наш климат Но пока у меня нет никаких идей по переезду И не знаю, будет ли вообще когда-нибудь Будет ли какой-нибудь тур для всех желающих вместе с Касё Гасановым? Я как раз этим занимаюсь Я надеюсь, что первый тур вместе со мной будет в марте Или, может быть, в апреле Я не знаю еще когда точно В Китае Так что, да, я работаю над этим Я хочу организовывать туры Касё, до скольких лет ты хотел бы жить? Я не знаю, минимум до 150 Серьезно, мы слишком мало живем Есть ли у тебя привычка, от которой ты бы очень хотел избавиться? У меня есть две привычки Не знаю, можно ли это назвать привычкой Первая привычка – это спорить Я не всегда себя контролирую И спорю зачастую со всеми Одно дело спорить с друзьями Но другое дело спорить со знакомыми Или вообще с людьми, которых ты видишь первый раз Раньше я вообще ужасно спорил Особенно в подростковом возрасте И мне кажется, за это меня вообще ненавидели все родственники И друзья родителей Сейчас я себя контролирую Но все равно до тех пор не могу избавиться от этого И я это в себе ненавижу Но я работаю над собой И надеюсь, что когда-нибудь я перестану вообще спорить с людьми Которые мне никем не являются Еще одна привычка – я обычно сразу все говорю в лицо человеку И иногда это бывает довольно-таки грубо Так что я бы хотел научиться сначала думать А потом говорить Сначала анализировать что-то у себя в голове И потом это приносить вслух Потому что иногда со своей этой грубостью Я просто порчу отношения с людьми Какой-то странный звук Кассио, здравствуй О чем ты думаешь, когда пьешь чаек? Люблю чай Я пью обычно кофе И о чем я думаю? Я не знаю Обычно в последнее время, на самом деле, я думаю больше о своей жизни О том, чем я занимаюсь Мне кажется, что у меня опять настал какой-то период Когда я не понимаю, куда я двигаюсь Точнее, у меня есть какие-то определенные планы на свое будущее На бизнес, которым я хочу заниматься Но иногда я просто не понимаю, в какую сторону я иду И для чего я вообще иду Для чего я вообще живу Да, у меня такие периодически бывают мысли И я, кстати, даже подумал обратиться к психологу Я думаю, что это полезно, на самом деле, для всех Я уже давно хотел А так, не знаю Обычно я думаю о своем О личном И вот о каких-то своих вот этих внутренних переживаний Потому что я до сих пор не могу избавиться От вот чувства Того, для чего мы живем И все-таки в чем смысл жизни Конечно, я знаю, что смысл Каждый находит для себя Но все-таки В глобальном плане Меня это очень сильно пугает И я вам уже об этом говорил Иногда мне прям нахлыновает И мне прям становится ужасно грустно Так что, да Вот такие вот мысли А по поводу того, куда я двигаюсь Это, наверное, одна из самых больших моих проблем Вроде бы я знаю, куда я двигаюсь Но, с другой стороны, я не понимаю Нужно ли мне это А что я действительно хочу Короче, на самом деле, такие же проблемы Как и у многих Может быть, иногда вам кажется Что я весь такой самоуверенный Целеустремленный Да-да, я уверен, конечно, в себе Но иногда У меня возникают такие мысли И, наверное, это абсолютно нормально И нормально вам об этом говорить Потому что я не хочу, чтобы вы думали Что я какой-то такой Суперидеальный человек Который все знает наперед Все планирует И все у него в жизни так Ху-ху-ху Моя жизнь насыщенная Но проблем у меня в голове Достаточно много И это нормально И здесь нечему стесняться Привет, Касси, у тебя бывает Состояние внутренней опустошенности Что помогает восстановиться И найти ресурс действовать Я отвечал на этот вопрос Но отвечу еще раз Потому что я понимаю, что Вокруг нас Почему-то в последнее время Я об этом еще чаще задумываюсь Огромное количество людей Которые испытывают апатию Опустошенность Находится в каком-то подавленном состоянии И мы живем рядом с этими людьми И даже не подозреваем Что творится у них в душе Конечно, у меня тоже бывает Какая-то Внутренняя опустошенность Апатия И я в первую очередь С этим справляюсь Я вам уже говорил Как для меня, конечно, путешествие Это самый лучший способ Зарядиться энергией Зарядиться Не знаю Новыми эмоциями Познакомиться с новыми людьми Так, если у вас нет возможности Сейчас путешествовать То можно просто выехать В какой-нибудь ближайший город Либо просто гулять по городу У каждого, на самом деле, свой метод И довольно-таки Тяжело, наверное, что-то советовать Но Для меня Способ избавиться от этого Это А. Говорить со своими друзьями И Б. Это Активничать По-моему, даже это доказано научно Что спорт Прогулки И всякие такие штуки Они помогают избавиться От каких-то Негативных мыслей В голове Кстати, ребят Пока я не забыл Копикот проводит конкурс Для Черной пятницы Черной пятницы совсем скоро И что нужно сделать Нужно выставить фотографию С прошлого отпуска Какую-нибудь И поделиться своими впечатлениями О вашем прошлом отпуске И не забывайте Оставить вот этот вот хэштег Именно по хэштегу Будут выбирать победителя И победитель получит Одну из трех камер Canon Powershot SX620 Так что участвуйте Сейчас я сам загружу фотографию Хочу выложить вот эту вот фотографию Сейчас я напишу описание Сделано Фотка у меня в инстаграме Участвуйте Не забывайте Если вы не знаете Копикот Это кэшбэк сервис Вы там делаете покупки Допустим на букинге На авиасейлс На алиэкспрессе И тому подобное И он вам возвращает деньги Просто кэшбэк вам возвращает И если вы еще не зарегистрированы То регистрируйтесь Копикот подарит вам 200 рублей Привет Касио Как твое зрение После лазерной коррекции Не помню Я отвечал именно на этот вопрос Но с моим зрением Все в порядке Вы очень часто Про это задаете Если вы не знали То я недавно Несколько месяцев тому назад Сделал себе операцию На глаза Теперь у меня хорошее зрение Я не ношу линзы До этого носил 10 лет Я могу оставить ссылку На это видео внизу Посмотрите Там подробно Рассказывают о том Как прошла операция Там даже есть кадры Все хорошо Все идеально В последнее время Я замечаю Что в России Самые актуальные вопросы Это про нетрадиционную ориентацию Про феминизм И про бодипозитив И всякие такие штуки Я очень рад на самом деле Что в России Эти темы сейчас активно поднимаются Ты даже открываешь Не знаю Элементарно Новости Какой-нибудь портал Типа Медуза И там огромное количество статей И к чему я это говорю К тому что Огромное количество вопросов Про то Как я отношусь к людям С нетрадиционной ориентацией Как я отношусь к феминизму И тому подобное Я уже отвечал на эти вопросы Как я отношусь к ЛГБТ Плюс бракам Я хорошо отношусь К этому всему Ребят Это нормально И поэтому было бы странно Если бы я к этому плохо относился Я уже отвечал на этот вопрос Что касается феминизма То я абсолютно Все это поддерживаю Я ужасно рад Что это стало популярно в России Так что я поддерживаю Все это направление И очень рад Что оно сейчас активно обсуждается В России Прям крайне рад И вообще За последнее время Я очень много читал Про феминизм Вообще Про все это движение И сам лично Я за последний год Кардинальным образом По этому поводу Поменялся Вообще Очень много чего Переосмыслил Прочитал очень много Разных исследований И я хочу сказать Прежде чем Что-то Осуждать Прежде чем К чему-то негативно Относиться Запомните Что для начала Изучите исследования Это вот Наверное Самое важное Сейчас я Перестал спорить По поводу Всяких таких штук В Африке Это ЮАР Конечно же Это Танзания Если проблемы Какие-то глобальные И вы не можете Себе перебороть Или 10-дневного Я кормил Через каждые 3 часа Его через соску И тому подобное И котеночек вырос И в полтора месяца Мы его отдали В семью И сейчас Она Эта девочка Она выглядит Вот таким вот образом Мне присылают фотографии Я периодически спрашиваю Как у нее дела И да Это наверное Одно из самых таких Милых времен В моей жизни Было тяжело Потому что Нужно было кормить Постоянно Но Не постоянно Каждые 3-4 часа Но это было очень мило Прям вырастить Маленького котенка Ах Я прям Я прям серьезно Горжусь собой Привет Каково стало жить После того Как стал жить Публичной жизнью Часто ли тебя узнают На улицах Как к этому относится Твоя семья И что изменилось Тебе в твоей жизни Моей семье наверное Все равно Но когда я с ними гуляю Меня узнают Они такие Мне кажется Даже немного гордятся Что касается меня То я уже привык Конечно же Меня в Москве узнают Каждый день Несколько раз И я всегда радуюсь Когда вы ко мне подходите Единственное Я не люблю Когда вы Втихаря меня фотографируете Это очень некрасиво Потом еще некоторые Присылают мне Мои же фотографии В инстаграме И я к этому отношусь плохо Но когда вы ко мне подходите Я естественно радуюсь Потому что Я не знаю Я же с вами Разговариваю через экран И когда вы подходите Это просто невероятно Мы обнимаемся Болтаем Так что если вы Где-то меня встретите То обязательно подходите Как я к этому отношусь Ко всему отношусь хорошо В плане этого Никак моя жизнь не поменялась Просто Периодически Кто-то меня узнает Себя я Никак не ощущаю То есть мне нормально Я общительный человек Я сразу иду на контакт Поэтому я чувствую себя отлично Что думаешь о девушках Которые берегут себя Для брака Наверное Имеется ввиду Девушки Которые лишаются девственности Только после того Как выйдут замуж Если это их решение Если это Они осознанно Решают делать так То Конечно Почему бы нет Я к этому отношусь нормально Главное Чтобы это был выбор человека А не например Выбор родителей По тем или иным причинам По религиозным причинам И тому подобное Так что если это Выбор девушки То Это ее выбор Никто не имеет права Это осуждать Как ты пришел к атеизму Про атеизм Меня очень много спрашивали Я не знаю Ребят Если честно Это Тема религии И я не хочу Поднимать эту тему Потому что Я не хочу никого обижать Я никак Специально не шел К атеизму Просто так получилось Что В определенном возрасте Уже более в сознательном возрасте В 12-13 лет Я начал сомневаться В религии Сомневаться в том Существует бог или нет И уже в лет 16 Мне кажется Я был полностью атеистом Как я к этому пришел Никак Просто я Думал об этом много Читал об этом много И в конечном счете Я решил что В моей жизни нет религии И Как-то так Я не знаю Я не хочу про это подробно говорить Потому что я не хочу никого обижать Так что Я никак не шел к этому Просто это так получилось Одно за другим Мысли мои Мысли моих знакомых каких-то Какие-то телепередачи И тому подобное И все Опять спрашивают Про семейную жизнь Когда по твоему мнению Человек должен быть готов К семейной жизни Мне не нравится слово Должен в этом случае Потому что Кто-то Может быть не готов И не хотеть создавать семью Опять же Выбор каждого человека Самое главное Наверное во всем Относиться с уважением К выбору человека Если этот человек Не нарушает права Других людей Поэтому Я не знаю Тут все Субъективно Кто-то может быть готов В 18 Кто-то может быть готов В 45 А кто-то вообще Может никогда не быть готов Есть место Куда ты хочешь поехать Но по какой-то причине Не можешь Наверное Мне сейчас пришло в голову Армения Потому что у Азербайджана И Армении проблемы А у меня азербайджанская фамилия И отчество азербайджанское Поэтому Я не знаю У меня могут наверно Возникнуть проблемы на границе И Вот только если Я не могу поехать в Армению Или мне кажется Что я не могу поехать в Армению Я не знаю Если вы азербайджанец Или азербайджанка С российским гражданством И были в Армении Напишите Как это прошло Потому что Меня даже недавно звали В пресс-тур В Грузии И в Армению Но я отказался Потому что я распереживался Что там будет на границе И тому подобное Так что Я не знаю Напишите Если есть такие люди Мне прям интересно Как все прошло Я не сказал бы Что я мечтаю Побывать в Армению В Армении нет Но когда-нибудь Я бы хотел в любом случае Побывать Вот опять же Про цель жизни Что ты считаешь целью жизни Жизни Или зачем людям дана жизнь Зачем людям дана жизнь Я не знаю Это вот как раз То, над чем я думаю Я не знаю Зачем нам дана жизнь И никто На сто процентов Не знает Никто Ни один человек на земле Не может знать Зачем нам дана жизнь Для чего Эта планета крутится И для чего мы вообще Ее населяем И для чего мы пытаемся Жить И тому подобное А так Я уже говорил Каждый наверное для себя решает Для чего дана ему жизнь И какую цель перед собой Ставить Но в глобальном плане Ребятки Я не знаю Есть ли у тебя основные принципы Которыми ты руководствуешься в жизни Наверное основной принцип Просто не делать зло Никогда не делать зло И все Все что плохо Не делать Особенно Когда это плохо Касается другого человека Никому Никогда не делать плохо Насколько для тебя важны Близкие отношения С другими людьми Есть у тебя близкие друзья Для меня это крайне важно Я в последнее время Замечаю что У огромного количества людей У большинства людей Нету супер близких людей Иногда люди друга называют Друзьями Называют близкими друзьями Но я прям в общении у них вижу Что они не полностью Друг другу доверяют Не все друг другу рассказывают И в этом плане Мне повезло с друзьями Они про меня знают Абсолютно все Да конечно Есть какие-то маленькие детали Которые я не говорю Но я им не говорю Только потому что Я не хочу этим делиться А так Все что очень важно Для меня Они знают абсолютно все И я не знаю Как бы я себя чувствовал Если у меня не было таких людей Поэтому для меня Близкие отношения Очень важны Очень Что думаешь о сыроедении Опять же Это выбор каждого человека Ребят Я так буду на все отвечать Но сыроедение Для меня не подходит Я не вижу в этом смысла Мне это абсолютно не интересно Я люблю горячую еду И мне не интересно Все сыроедческое Я могу что-то попробовать Я могу пообедать Или поужинать В каком-нибудь сыроедческом месте Но Или сыроедческим блюдом Но В целом Это не мое Важно ли тебе Прошлое человека Плохое Если ты с ним тогда Не был знаком Но сейчас он изменился И стал другим Если человек правда Изменился и стал другим То мне не важно Конечно же не важно Потому что люди Меняются И раньше я думал Что люди наверное не меняются Но все-таки Люди меняются И не всегда И наверное Меньшество все-таки меняется Но если человек поменялся То мне не важно Что он сделал в прошлом Что бы то Что бы это ни было Ну только наверное Если это не террористический Какой-нибудь акт И массовое убийство людей Но я не думаю Что такие люди меняются Как ты относишься к одежде Для тебя важен бренд Я люблю одежду Я люблю покупать одежду Я люблю одеваться Я не знаю Я люблю одежду Вот Иногда мне кажется Что если бы Мне не жалко было бы денег У меня бы все было завалено В одежде И каждый день Я бы одевал бы что-нибудь новое Для тебя важен бренд Нет Для меня не важен бренд Я в основном одеваюсь Просто в масс-маркете Это H&M Zara Pull&Bear Topman Вот такие фирмы У меня Какой-то такой дорогой одежды Нету Обувь Это New Balance Nike Converse То есть в принципе Недорогая одежда Обычная И я часто покупаю На распродажах Я не люблю тратить Очень много денег На одежду Но одежду люблю Котята или щенята Если вот так вот прям Выбирать жестко-жестко-жестко То щенята Но я обожаю всех животных Как тебе удается перейти В хорошее эмоциональное состояние Для того, чтобы записывать видео Если мое эмоциональное состояние Не хорошее Я не записываю видео Никогда Может быть только в крайних случаях Не знаю Может быть за все эти годы Было один или два раза Я просто не записываю Я не хочу лицемерить Я не хочу притворяться Поэтому обычно записываю В хорошем расположении духа Блогерство Работа или увлечение Два в одном Это моя сейчас основная работа И мое же увлечение И мое же хобби Мое же любимое дело И я обожаю тем, чем я занимаюсь И просто думаю О мой бог Как же хорошо, что я это не забросил В самом начале Как же хорошо, что я Работал, 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 работал И смог достичь хоть какого-то успеха И теперь это приводит мне доход Это просто прекрасно Так, ребят, я ответил на огромное количество вопросов Не забывайте про форматы Если у вас есть новые идеи для моих видео То тоже пишите Я все прочитаю И буду вам очень благодарен Если что-нибудь подскажете классное Спасибо, что посмотрели этот выпуск Надеюсь, вам было интересно Если вам нравится видео Ставьте палец вверх Потому что именно по ним я оцениваю Нравится вам видео или нет А я пойду ужинать Пока-пока